Я до этого вопроса тоже не могу докопаться. С одной стороны, я читал, что это вроде римские были войны. Все-таки поставил Пилат, они уговорили поставить. Но там же хороший пример приводился, что римские войны никогда не спали. То есть это якобы они спали, потому что римские войны был закон. Если солдат уснет на посту часовой, он принадлежал смерти. И там еще чуть ли не когорту целую вырезали каждого десятого, отрубали голову за это. Поэтому римские войны не спали на посту. С другой стороны, опять же, Пилат им отказал. Сказал, у вас имеется стража своя, вы сторожите. И вот я бы хотел сейчас выяснить этот вопрос. Насколько я помню, ответ Понтия Пилата был о Кустодии. Он сказал, имейте Кустодию. Под словом Кустодия, разумелось, насколько я помню, печать, которую накладывали, дабы засвидетельствовать, запечатать о том, что непритронутым является тот предмет, который запечатывают. Что касается уснувших стражников, мы должны понимать, что стражники несли пост не на римском служении. Они были представлены, но, скажем так, нехоть, даже если и уговорили первосвященники Понтия Пилата, в этом, собственно говоря, никакой надобности, целесообразности с точки зрения римского права не было. Поэтому предположить, что они могли уснуть, в принципе, можно, исходя только из того, что они понимали, что они за это не будут наказаны. Если отвечать на вопрос, кому принадлежали стражники, то ответ, в общем-то, именно это были римские войны. Потому что на тот момент иудеи не имели права содержать свое войско. И Пилат давал, особенно во время праздников больших, а на тот момент приближалась Пасха, и для хранения порядка при Иерусалимском храме в распоряжении первосвященников были стражники Пилата. Поэтому иудеи и пошли к Пилату спросить, можно ли поставить воинов. И получили вот такой вот ответ жесткий – имейте стражу, поступайте, как знаете. И мы знаем о том, что часть стражников, увидев, быв свидетелями воскресения, часть побежала к первосвященникам, а часть – к Пилату. И вот те, которые пришли к первосвященникам, получили от последних денег много, как сказано в Евангелии, чтобы они не распространялись в народе. Говорит, мы от Пилата вас как бы от вины отведем, потому что действительно, если бы они проспали тело, их бы казнили, потому что в римской армии было с этим строго. Это вот пишет Юстин Философ, когда он говорил «Сверьтесь с вашими архивами». В архивах было письмо от Пилата, посланное Тиберию о том, что некий Иисус был казнен по настоянию первосвященников, и он был воскрес на глазах воинов. Тиберий не мог не поверить Пилату, как и Пилат не мог не поверить своим воинам, и даже внес в Сенат предложение внести Иисуса в список богов. Они были многобожниками. Сенат отверг это предложение, но вот в архивах письмо осталось. Спасибо. Спасибо. Спасибо.